Компания СМИС является общепризнанным лидером в области производства качественного медицинского инструментария, выпускаемого под торговой маркой PORTEX для обеспечения проходимости дыхательных путей. Она постоянно уделяет внимание разработке новых инструментов и уверенно обеспечивает их соответствие полному диапазону современных клинических потребностей. Набор для проведения коникотомии производства PORTEX является результатом этих разработок. В различных сложных ситуациях, когда неотложная помощь должна оказываться максимально быстро и эффективно, необходим инструментарий, которому можно доверять и способ применения которого интуитивно прост. В полевых условиях, когда нередко приходится сталкиваться с обструкцией верхних дыхательных путей, когда в критической ситуации вентиляция невозможна и все другие методы поддержания ее неэффективны, проведение коникотомии может быть единственным средством для обеспечения проходимости дыхательных путей. Набор для проведения коникотомии PCK PORTEX специально разработан для подобных ситуаций. При этом он сконструирован таким образом, что может быть использован любым специалистом, имеющим элементарную клиническую подготовку к проведению коникотомии. Идя навстречу медикам, работающим в полевых условиях, компания Smith произвела исследование, позволяющее сделать эту процедуру с помощью PCK быстрой и надежной. В первую очередь, процедура должна обеспечивать главную цель – быстро создать хорошую проходимость дыхательных путей для достижения адекватной вентиляции. Она должна быть безопасной и при этом правильный выбор инструментов призван обеспечить простоту выполнения манипуляций даже для людей с минимальным уровнем тренированности. При этом очень важны средства, указывающие на то, что вы правильно проходите дыхательные пути и не повреждаете окружающую ткань. Упаковка инструментов сделана максимально удобной для использования как военными, так и гражданскими специалистами. Набор PCK, находящийся в упаковке, приведен в состояние, требующее минимальное время для его использования. В наборе используется специальная игла Konica Tom с поисковым щупом и индикаторной камерой, которая обеспечивает хорошую визуальную индикацию факта прохождения в трофее. Когда игла уже находится в трофее, она также обеспечивает индикацию своего контакта с задней стенкой трофеи, предохраняя ее от серьезных повреждений. Проходимость дыхательных путей обеспечивается с помощью 6-миллиметровой конюли Portex с раздуваемой манжетой Soft Cell. Конюля, дилататор и игла совмещаются в одном устройстве. При этом надежно обеспечивается их взаимное расположение для правильной и безопасной ориентации скошенного конца иглы относительно задней стенки трофеи. Коникотомия является экстренной процедурой, используемой для обеспечения проходимости дыхательных путей. Это означает, что, как правило, она должна проводиться при обструкции верхних дыхательных путей чужеродным телом или при травме. Пациент должен быть уложен на спину с запрокинутой назад головой с помощью мешочка с песком или матерчатого валика, помещенного под плечи. Пациент, у которого есть подозрение на повреждение позвоночника, должен быть в первую очередь соответствующим образом иммобилизован еще до начала выполнения коникотомии. В этой ситуации необходимо постоянно контролировать надежность иммобилизации для того, чтобы не нанести дополнительных травм пациенту. Рекомендуется дополнительно перед использованием смазать проводник для облегчения его удаления из трубки во время проведения процедуры. Смазка также может быть нанесена на внешнюю поверхность манжеты. Теперь рассмотрим еще раз технику использования набора PCK. Стабилизируйте положение трахеи и с помощью пальпации определите расположение эластического конуса гортани, крикотирио-мембран, находящейся в углублении между выступающими частями щитовидного и перстневидного хрящей. Сделайте 2-сантиметровый разрез кожи над эластическим конусом гортани. Правильный размер разреза очень важен для обеспечения легкости прохождения через него трубки. Возьмите устройство, поместив большой палец вверху на коннекторы иглы, а указательный и средний палец под крылышками фланца конюли. Ключевой выступ, входящий в соответствующий паз ланца, должен смотреть в направлении вверх и в сторону ног пациента. Конструкция устройства вместе с определенным способом его удерживания обеспечивает правильное расположение и работу как устройства в целом, так и его уникальной иглы с поисковым щупом. В течение всей процедуры вы должны наблюдать за красным флажком индикатора. В противном случае повышается вероятность неправильного введения устройства или травмирования задней стенки трахея. Стабилизировав положение трахея, введите кончик иглы в разрез над эластическим конусом гортани перпендикулярно поверхности кожи. Выполняйте дальнейшее введение устройства, постоянно следя за красным индикатором, расположенным в коннекторе иглы. Первый подъем флажка индикатора будет свидетельствовать о контакте стилета иглы с тканями, которые необходимо проколоть. Продолжайте вводить устройство, пока не почувствуете потерю сопротивления. В этот момент красный индикатор флажок исчезает, свидетельствуя о прохождении устройства просвет трахеи. При этом вы можете убедиться в наличии аспирации с помощью шприца, подсоединенного к коннектору иглы, отсасываясь с его помощью воздух и лежит. Продолжайте осторожно вводить устройство под тем же углом до тех пор, пока снова не зафиксируете подъем флажка индикатора в коннекторе иглы. Этот момент соответствует контакту стилета с задней стенкой перстневидного хряща. Наклоните устройство в каудальном направлении и продвиньте его дальше в трахею на 1-2 см. Если в этот момент красный индикатор снова появляется, немедленно прекращайте продвижение устройства. Появление флажка на этом этапе процедуры свидетельствует о нежелательном контакте устройства с задней стенкой трахеи. Удалите иглу и удерживая неподвижно дилататор, продвигайте коникотомическую конюлю, сдвигая ее с дилататора и размещая полностью в трахею. Небольшие вращательные движения дилататора помогут обеспечить выполнение этого этапа процедуры. Для герметизации сопряжения трубки с трахеей накачайте ее манжету минимальным объемом воздуха. Зафиксируйте трубку с помощью держателя или аксессуара, входящего в комплект набора. Воспользуйтесь отсосом для обеспечения проходимость дыхательных путей. Затем, если это возможно, убедитесь в правильном расположении коникотомической конюли, используя такие методы, как аускультацию, капнографию, бронхоскопию, рентгеновский контроль и оксиметрию. В случае необходимости вы можете присоединить входящую в набор термовентиляционную насадку к коннектору трубки для того, чтобы исключить случайное перекрытие дыхательных путей подбородком пациента. Кроме этого, насадка обеспечивает увлажнение воздуха и предупреждает загрязнение дыхательных путей. Игла с поисковым щупом является очень важным компонентом при проведении коникотомии. Она впервые была применена в качестве инструмента для выполнения этой процедуры именно в наборах PCK. В первую очередь, она обеспечивает точное понимание того, где находится в настоящий момент инструмент и каких коней он касается. Очень важно то, что вы не всегда точно представляете себе ширину трахея. Это порождает высокий риск повреждения ее задней стенки. Игла с поисковым щупом существенно уменьшает этот риск. При этом, возможность визуального контроля обеспечивает не только повышенную безопасность процедуры, но и простоту использования инструмента. По сравнению с некоторыми другими наборами для коникотомии, PCK требует меньшего количества манипуляций, упрощая тем самым и процесс обучения. Опыт применения набора PCK подтверждает простоту и надежность его использования. В первую очередь, они обусловлены уникальным индикатором положения иглы. Набор доказал свою эффективность применения для целого ряда клинических ситуаций. При использовании набора необходимо учитывать следующие противопоказания. Дети младше 12 лет. Разрывы гортани. Неуверенность при определении характерных анатомических армейлеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всегда изучайте подробную инструкцию производителя набора перед тем, как выполнять процедуру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова